Утро, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Рады всех приветствовать от лица туроператора Unicorn. Будьте добры, дайте, пожалуйста, обратную связь в чате. Как меня слышно? Видно ли слайды на экране? Проставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, коллеги, спасибо большое. Я вижу, что вы меня слышите. Готовы к прослушиванию нашего вебинара. Итак, начнем. Времени у нас сегодня не очень много, всего лишь один час, и за этот час я постараюсь вам рассказать максимум полезной и интересной информации. Зовут меня Екатерина Взнуздаева. Я руководитель отдела по работе с агентствами туроператора Unicorn. Буквально пару слов я скажу о нашем туроператоре, потому что, в принципе, мы уже отработали прошлый сезон достаточно успешно, поэтому я не буду углубляться, соответственно, и говорить много слов о нас. Напомню только, что туроператор Unicorn входит в состав турецкого холдинга Prince Group, и застрахована наша ответственность как туроператора в компании Сбербанк Страхование. На сегодняшний момент, собственно, как и было в прошлом году, также мы продолжаем оставаться пока что единственным оператором, который застрахован в компании Сбербанк. По основным вопросам сотрудничества, в принципе, также они многим из вас, надеюсь, уже известны. У нас фиксация курса в рублях на момент бронирования, то есть у нас нет привязки стоимости тура к курсу доллара либо евро. Фиксация курса у нас идет в рублях на момент бронирования. По срокам оплаты у нас появились некоторые новшества, поэтому об этом я расскажу. То есть для стандартных пакетных туров срок оплаты в течение двух банковских дней с момента подтверждения не менее 50% и 100% не позднее, чем за 30 дней до вылета туристов. То есть если тур на более позднюю дату, можно оплатить 50%. Для туров с вылетами 7 и менее дней, то есть это так называемая категория туров last minute, в течение одного банковского дня с момента подтверждения должна быть произведена 100% оплата. Исключение составляет туры на высокие даты, их вы видите на слайде. Это с 25 декабря по 10 января и с 28 апреля по 10 мая. Здесь оплата производится также 100% в течение двух банковских дней. Исключение здесь составляет условия бронирования по специальным акциям. В том числе сейчас действует у нас акция «Ранее бронирование». Там условия оплаты будут иные. Соответственно, об этом я расскажу уже в завершении нашего вебинара. Просто обращаем на это внимание, что, соответственно, если действует акция «Ранее бронирование», то условия оплаты согласно условиям акции. И у нас появились новые способы оплаты тура совсем недавно. Стандартно остается безналичная оплата. Стандартно остается оплата через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Очень удобно в разделе платежи по номеру заявки Unicorn без комиссии. И также у нас добавилась мгновенная оплата по QR-коду. Ну, непосредственно в момент бронирования данная форма оплаты применяется при стопроцентной оплате тура. Сумма к оплате здесь идет нет, а за минусом комиссии агента, то есть без комиссии. И также появилась еще форма оплаты кредитной картой, соответственно, тоже при бронировании с сайта. В данном способе оплата, соответственно, оплата производится 100% с учетом комиссии, то есть по брутто. А разницу, то есть, допустим, если вы оплачиваете кредитные карты туриста, да, чтобы нам, соответственно, с вами обходить эквайринг, да, и на этом ненужные затраты экономить, то, соответственно, разницу в стоимости тура, то есть комиссию можно перенести либо на следующую заявку, что, в общем-то, тоже удобно просто взаимозачетом. То есть такой способ оплаты у нас тоже появился. Следующее хочу напомнить, что вся основная информация по работе с нами, по всем условиям работы, все памятки, все бланки, вся необходимая информация для работы с туроператором Unicorn содержится у нас в личном кабинете для агентств в разделе «Важная информация для агентств». Сейчас на слайде вы видите, как это выделено, то есть где это можно все посмотреть. То есть все, что необходимо знать, содержится в этом разделе. Следующее хочу сразу напомнить, наши контакты, отдел продаж и бронирования, все вопросы по вашим забронированным заявкам, консультации по продукту, то есть все, что касается нашей с вами операционной деятельности. Этим у нас занимается отдел продаж и бронирования. Общий адрес отдела – агент собачка.unicorn.ru. Отдел продаж и бронирования у нас работает в высокий сезон, прошу прощения, коллеги, с 9 утра до 21 вечера. И также в рабочие дни, суббота и воскресенье, высокий летний сезон, который у нас с вами не за горами с 10 до 19 часов. Помимо этого, также у нас есть телефон экстренной связи для агентств, который работает у нас 24 часа. На экране вы видите многоканальный наш номер телефона – 8 800 200, ровно 2 200. 24 часа наши менеджеры готовы решить экстренные вопросы и экстренные ситуации, если таковые у вас возникают в работе с нами. И еще организационный такой момент. У нас есть в Фейсбуке наша профессиональная группа, называется она Unicorn Profi. Там сейчас порядка 800 с лишним агентств, поэтому, коллеги, все самые актуальные новости, самая актуальная информация о нас, о условиях работы, о новых акциях, новости отелей, ну и вообще все самые интересные события мы публикуем в нашей профи-группе Unicorn Profi, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, добавляйтесь. И непосредственно основное внимание нашего сегодняшнего вебинара будет уделено отельной базе Турции. Как вы знаете, у нас основное направление – это Турция. Мы работаем со всеми практически цепочками отелей, которые представлены на Анталийском побережье, Эгейским побережьем пока мы заниматься не планируем, по крайней мере, в этом году. Поэтому у нас остаются все отели Анталийского побережья. Здесь на слайде вы видите все цепочки отелей, которые у нас являются нашими, ну, скажем так, основными, базовыми, приоритетными. Хотя, конечно, мы все с вами понимаем, что это далеко не полный перечень всех отелей, с которыми мы работаем, их гораздо-гораздо больше. И вот в рамках данного вебинара я постаралась сделать, ну, такую некую выжимку, да, чтобы на примере, скажем так, нескольких цепочек, нескольких отелей показать вам наш ассортимент. Еще раз повторюсь, что мы работаем практически со всеми отелями Анталийского побережья. Это и VIP-отели, это и самые недорогие экономичные отели. То есть в нашем ассортименте вы найдете, соответственно, все, что нужно нам, вам и вашим туристам. Перейдем уже непосредственно. Я буду делать такой небольшой обзор по каждому отелю, в основном рассказывать там о новинках, которые появились. И начнем мы с вами с региона Кемер. И здесь на первом месте, конечно же, расскажу о отеле, который принадлежит фолдингу «Принцгрупп», да, то есть это наш собственный отель «Эйфория Токерова». Отель «Пять звезд» расположен в поселке Токерова. Очень зеленая территория у отеля, потрясающие виды на горы Кемера. И территория отеля состоит из одного главного здания и блоков бунгало, которые раскиданы по всей зеленой территории отеля. Что здесь хорошо, на кого ориентирован этот отель? В первую очередь, конечно же, это семейный отдых с детьми. Для отдыха с детьми здесь предусмотрено абсолютно все. Очень продуманный детский клуб, который находится на тенистой территории в саду. То есть там на детей совершенно не попадают лучи открытого солнца. То есть на протяжении всего дня можно совершенно спокойно детей там оставлять с педагогами и аниматорами. В отеле три водные горки. Также хочу отметить, что отель имеет два сертификата. Это сертификат «Голубой флаг», который относится к пляжу, и сертификат «Зеленая звезда», что подтверждает экологичность отеля и, в общем-то, бережное отношение, скажем так, к окружающей природе. На пляже есть отдельная выделенная зона для взрослых, куда дети не допускаются. Вот поэтому этот отель, в принципе, можно рекомендовать не только семьям с детьми, но и взрослым туристам и парам. Что интересно, в этом отеле представлена концепция так называемая «Wellness Being». Эта концепция направлена на поддержание здорового образа жизни. То есть совершенно бесплатно вы можете пройти консультацию диетолога, можете пройти, допустим, получить какие-то рекомендации по питанию, измерить, сделать анализ состава своего тела, да, то есть какое соотношение мышечной массы, жировой массы, белка в вашем организме, да, то есть, ну, к слову сказать, такие анализы, в принципе, они достаточно дорогостоящие. Вот в рамках этой концепции в отеле «Эйфорита Кирова» возможно это все сделать, просто приехав на отдых в отель. И проводятся профессиональные занятия с фитнес-тренерами по йоге, пилатесу, различные фитнес-программы. Вот поэтому вот такая вот интересная направленность у этого отеля, она существует. Что еще хочу отметить, это прекрасное питание, то есть, да, несмотря на то, что, конечно же, вот согласно концепции «Велнес Бейнг» присутствует, естественно, и диетический стол, и здоровое питание, но также присутствует и очень много вкусных вещей, которые, конечно, не совсем будут полезны, но тем не менее, да, то есть это огромное количество мясных блюд, очень хорошо организована зона гриль на открытой террасе главного ресторана отеля, организована таким образом, что, ну, практически даже при стопроцентной заполненности отеля не нужно стоять долго в очереди для того, чтобы там получить, скажем так, кусок мяса на гриле, да. Вот в этом плане большой плюс, что организация, скажем так, питания идет в главном ресторане на высоком, хорошем уровне, и всегда очень хороший, достойный выбор блюд. Вот. Коллеги, на вопросы буду отвечать либо по ходу, либо уже в конце, пока вот вижу по ходу вопрос по поводу формата B2B. Нет, конечно, у нас не только B2B, у нас есть еще сайт B2C для частных лиц, вот, но в основном у нас приоритет, конечно, это продажа B2B, то есть работа с агентствами. Вылеты у нас пока что только из Москвы планируются. По полетной программе на данный момент, как вы знаете, наверное, в предыдущий сезон мы отлетали на авиакомпании SmartAvia. В этом году перевозка сейчас контрактуется на данный момент, то есть, возможно, появятся какие-то еще другие чартерные перевозчики. Вот, поэтому в самое ближайшее время мы ждем информации. Итак, с эйфорией Токерова мы с вами закончили и переходим к следующему отелю, Rixos Premium Токерова, который расположен там же, в поселке Токерова. Это один из самых известных, наверное, отелей, один из самых любимых отелей. И из всех сети отелей Rixos, если можно так сказать, этот отель, ну, самый-самый семейный, самый, что ни на есть семейный, скажем так, здесь предусмотрено все, что необходимо для отдыха с детьми. То есть, в первую очередь, этот отель ориентирован именно на семейный отдых. Прекрасный пляж, 550 метров протяженностью, великолепный. По поводу входа в море. Вот, кстати, да, ну, наверняка коллеги, которые уже не первый год работают, прекрасно знают, что в регионе Кемер у нас идет галька, галечные пляжи. Вот то, что касается предыдущего отеля, эйфории Токерова, там требуется специальная обувь. Почему? Потому что там есть еще такая особенность, там есть плита. В принципе, она расположена на неком отдалении от пляжной полосы, то есть от входа в море. Можно вполне зайти, в общем-то, и без специальной обуви. Ну, просто для большего комфорта, ну, вот лично мне было гораздо удобнее заходить со специальной обувью. Вот, то же самое касается отеля Rixos Premium Токерова. Сам пляж, там, естественно, идет еще насыпной песочек, но при входе в море, конечно, встречается галька. Ну, это особенность региона Кемер. Но галька мелкая, то есть в поселке Токерово самая мелкая галька из всего региона Кемер. Вход в море здесь пологий, поэтому специальная обувь здесь не нужна, никаких плит, ничего там этого нет. К сезону ежегодно отель делает косметический ремонт. Тотальная реновация полная была в 2014 году. В 2017 году обновлены номера категория «Стандарт», то есть номера абсолютно свеженькие, в общем-то, очень даже достойные. И гордость отеля – это, конечно же, детский клуб, как я уже сказала, отель ориентирован на семейный отдых, детский клуб «Rixi». Более 30 тысяч квадратных метров занимает площадь детского клуба, то есть вот если вдуматься, по сути, это площадь, скажем так, небольшого отеля, да, там в Алане или в Марморисе. Вот такой большой, огромный детский клуб. И что самое важное и ценное в этом, детский клуб принимает детей от 6 месяцев до 17 лет, то есть, соответственно, здесь есть и клуб для младенцев, и клуб для тинейджеров. И важно, что от 6 месяцев детей принимают даже без родителей. То есть мы знаем, что в основном, да, там, ну, примерно до 3-4 лет обязательно присутствие родителей. Вот в данном детском клубе нет, то есть 6 месяцев без родителей. И что ценно, профессиональные педагоги там работают, профессиональные воспитатели, то есть совершенно смело можно детей доверить профессионалам. Все, что нужно для инфантов, все, что необходимо, это и подогреватели для бутылочек, и микроволновки, и блендеры, и горшочки. Вот, ну, все, что только можно себе представить, оно есть в этом отеле, то есть вот с инфантом там проблем не будет. С 9 утра до 23 часов работает детский клуб, поэтому фактически родители могут смело оставить детей и заниматься также, отдохнуть самим. Большой аквапарк, 5 детских горок, 10 взрослых горок. Бесплатная академия футбольная. Здесь присутствует бесплатная балетная академия, которая тоже проводит занятия для детей и подростков. Ну вот, в общем, в плане развлечений и каких-то познавательных тематических кружков и занятий здесь, конечно, очень здорово. И хочу обратить внимание, 15 августа, в эту дату ежегодно в октеле Rixis Premium Tricerova проводится так называемый Rixi Fest. То есть это такой специальный день, да, вот, как, знаете, как день бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро, вот так же Rixi Fest 15 августа в Rixis. Это парад, это шоу, это сказка, можно так сказать, да, это карнавал. То есть это вот некий такой день, когда происходит, не побоюсь этого слова, волшебство. То есть вот если есть туристы на эти даты, пожалуйста, они поучаствуют в грандиозном детском шоу. Например, да, в 2016 году вошли в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный торт, который испекли вот в рамках этого Rixi Fest. Торт был длиной 630 метров. То есть грандиозное зрелище происходит в этот день. Вот, поэтому туристов можно ориентировать вот на такую дату 15 августа, Rixi Fest. Запомните, пожалуйста. Ну вот, поэтому рекомендуем для взыскательных туристов и в первую очередь ориентирован отель на семейный отдых. Так, вопрос еще по полетной программе. Да, только пока только из Москвы. То есть в этом году мы в регионы выходить не планируем пока что. Переходим к следующему отелю, который также расположен в регионе Токерова. Отель Армаз Каплан. Армаз Каплан Парадайз, категория 5 звезд. Что я хочу сразу сказать, то есть когда попадаешь в этот отель, ну вот лично мое впечатление, мне он понравился больше, скажем так, чем я ожидала. Несмотря на то, что в принципе до того, как, скажем так, не видела этот отель воочию, я всегда относилась к нему, ну как, знаете, к такому как экономичному отелю. Но на самом деле впечатление произвело очень приятное. В 2019 году, вот как раз в прошлом году видела его, заменили полностью всю мебель в номерах. Поэтапный косметический ремонт также делается ежегодно. Отель находится на второй линии, прямо за отелем Марти Мира в Токерове. И дорога на пляж проходит, ну как бы вдоль территории Марти Мира. Все это выложена плитка, все это по тенистому красивому парку. То есть дорогу на пляж, ну вот реально ты просто не замечаешь. Очень стильное лобби отеля. То есть сразу, когда заходишь в отель, очень приятное впечатление визуальное складывается. Просторно, красиво, очень стильно. Всего 420 номеров в отеле. Номера категории «Стандарт» и есть категории номеров «Фэмили» двухкомнатные. Есть еще номера, так называемые «Эконом Стандарт». Обратите внимание, эти номера без балкона. Отель состоит из двух зданий. Это главный корпус. Вы видите его на слайде на левой верхней картинке. И корпус «Анекс». Это правая верхняя картинка. Корпус «Анекс» расположен на этой же территории. То есть не через дорогу, не где-то в отдалении. А на этой же территории, соответственно, вот они, прям эти корпуса рядышком находятся. А то, что касается номеров. Номера «Стандарт». Они могут быть расположены как в главном корпусе, так и в новом корпусе «Анекс». Максимальное размещение в главном корпусе 2 плюс 1. Площадь номера 22 квадратных метра. Максимальное размещение в корпусе «Анекс» 2 плюс 2. 27 квадратных метров. Все номера очень-очень достойные и, не побоюсь этого слова, прям реально хорошие. Вот то, что вы видите на картинке, фактически так в реальности эти номера и выглядят. Система «Ол-инклюзив» работает с 10 до 22 часов. Ежедневно проводится здесь дискотека с 23 до часа ночи. Но на дискотеке напитки уже будут платными. То есть обращайте внимание при бронировании. Вот это важно. Есть а-ля-карт ресторан один рыбный, один раз в неделю бесплатно. Бесплатный Wi-Fi везде, по всей территории. Сейф в этом отеле будет платным 2 доллара в сутки. Цены, называю, ориентировочные по прошлому году плюс-минус. Не думаю, что они прям очень сильно изменятся. Просто, чтобы понимать порядок. Мини-бар «Софт» пополняется по заезду. Далее уже пополняется только водой. Здесь тапочки присутствуют во всех номерах. Халатов в номерах нет. То, что касается детей. Все здесь присутствует. И мини-клуб, и мини-дискотека, и детский стол. Единственное, чего нет, это баночного питания. Ну и дополнительные услуги. Это няня, аренда колясок. Это уже идет за дополнительную плату. Три водные горки в отеле. Они подойдут и для взрослых, и для детей. Крытый бассейн, сауна, хамам. То есть все это присутствует также. Вот, как я уже сказала, до пляжа расстояние примерно 300 метров по очень благоустроенной территории вдоль отеля «Мартимира». Но, тем не менее, кто прям совсем ледится, то есть шаттл, который очень часто тоже ходит. То есть добраться до моря нет никаких проблем. На пляже есть снэк-бар. То есть можно, в принципе, с пляжей не уходить. То есть можно и перекусить, и напитки там предоставляются. Вот, каждый вечер шоу, каждый вечер активная анимация проводится. Размещает мужчин этот отель. То есть это тоже важно, потому что с мужчинами прям в Турции, скажем, прямо что-то все прям хуже и хуже. Ну вот «Армаз Каплан» размещает мужчин. Мороженое, гизлиме. То есть все вот эти вот прелести, они все тоже присутствуют в этом отеле. Вот, поэтому обращайте внимание. Очень достойный отель в своей категории по соотношению цена-качество. Я считаю, на мой взгляд, совершенно великолепный вариант. Следующий отель, который мы с вами посмотрим, это отель «Лимак Лимра», который расположен также в регионе Кимер, поселок Кириш. На самой, что ни на есть, первой линии. Недалеко от отеля расположен аквапарк «Долусу». Может быть, вы знаете этот аквапарк, большой известный аквапарк Кимера, который находится в поселке Кириш. Вот как раз-таки совсем недалеко от отеля «Лимак Лимра». Очень красивая зеленая территория, очень много зелени, очень много цветов. Визуально отель также очень приятен. То есть красивая мебель, большой холл. Этот отель «Лимак Лимра» самый большой в сети «Лимак». То есть из всех «Лимаков» он будет самой большой. Территория его 140 тысяч квадратных метров. В 1998 году открыт отель. Галичный пляж, протяженность 350 метров. И, как мы видим с вами на слайде, есть пирс для более удобного, комфортного входа в море. По категориям номеров, значит, здесь есть нюансы. Всего четыре категории номеров. Номера в главном здании. Здесь расположены у нас номера стандарты. Есть также стандарты в корпусе, как он называется, «Аликанда». Если от главного здания смотреть, это вот двух-трехэтажные корпуса слева от основного здания. В этих корпусах также расположены номера стандарты. Семейные номера расположены отдельно на территории «Гарден». Это второй и третий этаж. Семейные номера представляют собой здесь двухкомнатные номера. И есть еще номера «Парк Рум». Вот если вы видите в названии «Парк Рум», это значит номера, которые будут расположены в корпусе «Анекс» через дорогу. Если мы с вами посмотрим на слайд, сейчас я попробую показать, если вот у меня получится указкой. Вот если вы видите, вот здесь через дорогу стоит корпус «Анекс». Вот на этой территории, то есть дальше всего от моря, будут расположены номера «Парк Рум». Три футбольных поля есть на территории этого отеля, поэтому сюда можно отправлять также и футбольные команды, очень популярно, да, там вне сезон, в низкий сезон. На территории также вот где расположены корпуса «Анекс» есть свой бассейн, есть свой бар. Всего в отеле 820 номеров, отель очень большой. Номера все с балконами, то есть любая категория номера. На территории тоже очень много всего, и кондитерские, и мороженое, 5 а-ля-карт ресторанов, 2 снэк-бара, то есть в принципе территория с инфраструктурой очень большая. 6 горок, в данном отеле присутствуют 3 взрослых, 3 детских. Есть крытый бассейн, спа-центр, то, что касается мини-бара, также здесь софт-напитки, пополняются ежедневно. Бесплатный Wi-Fi по всей территории, соответственно, сейф уже здесь будет тоже бесплатный. Предоставляются детские коляски под депозит порядка 100 долларов, и стоимость аренды коляски примерно 3 евро в сутки. То, что касается для детей, детский уголок, в этом отеле уже присутствует детское баночное питание. Отель принимает мужчин, единственное, что небольшими компаниями. То есть, ну, например, если едут там папа с сыном, двое мужчин там, их примут. Но если едут там уже компания из 10 молодых людей, ну, здесь уже под запрос. Но, в принципе, вот небольшими компаниями мужчин принимают. То, что касается номеров. Номера свежие, номера аккуратные. Есть номера, также еще джакузи-сьют в главном корпусе. И открытая дискотека. Крытая дискотека. Есть до 2 часов ночи напитки на дискотеке бесплатно. То есть, они входят в систему All-Inclusive. Так, вопрос, да, по поводу Park Room. Вы знаете, вот честно могу сказать, что у нас такой информации пока что нет. Возможно, это какая-то прям самая свежая информация от представителя отеля на презентации. Если презентация была этого года, вот. Но тогда нужно уточнить. Потому что вот у нас по новым факт-шитам на 2020 год Park Room как и был. А Roadshow у Annex на той неделе. Ну, вполне возможно. Ну, как бы понятно, да, что концепции отеля, они меняются. Вот. Ну, коллеги, значит, у вас более свежая информация, чем у меня. Потому что нам еще Лима Климра не дал такую информацию. И Park Room теперь к ним не принадлежит. В любом случае, по подбору тура мы всегда смотрим. То есть, если, соответственно, этой категории у нас не будет, то, соответственно, значит, эти номера, они просто продаваться не будут по контракту. Да, спасибо большое. Следующий отель. Следующие несколько отелей, вернее, мы посмотрим с вами отели Ares. Все они относятся к категории недорогих отелей для преимущественно экономичного, бюджетного отдыха. Ну, скажем так, наверное, для молодежи все-таки мы их будем рекомендовать. Отель Ares Blue в поселке Кириш расположен на второй линии, прямо за отелем Аль-Вадонна. Территория небольшая, очень ухоженная. В принципе, из отеля открываются очень красивые виды на горы Кимера. Территория всего 7 тысяч квадратных метров. То есть, ну, фактически прям совсем небольшая. В 2004 году построен отель, в 2018 году он полностью реновирован. И состоит вся территория отеля из двух четырехэтажных корпусов. И, собственно, вот небольшого бассейна. И есть одна детская горка. Все номера в отеле стандартные, а Wi-Fi будет платный. То есть, вот такой, в принципе, очень экономичный вариант для бюджетного отдыха. И переходим мы уже в регион Кимер. Вот следующие отели Ares, которые мы с вами посмотрим, они все практически расположены в центре Кимера, поэтому будет идеальный вариант для отдыха молодежи, потому что рядом все развлечения, рядом все ночные клубы. Ares City в 97 году построен отель, в 2018 году прошел реновацию. Здесь территория отеля всего лишь 3 тысячи квадратных метров. То есть, вот все, что мы видим сейчас на картинке, фактически это и есть территория отеля. Ну, можно сказать, что, в принципе, городской отель, да, городского типа. До моря 300 метров, то есть, в принципе, совсем близко. Вот, и относятся также к категории экономичных отелей для молодежного отдыха. Отель Ares Dream. Четыре звезды. На второй линии расположен в центре Кимера, сразу за отелем Tuya Day and Night. То есть, соответственно, здесь недалеко совсем будет расположен ночной клуб Инферно. В 2004 году построен. В 2018 году реновация. До пляжа примерно 350 метров. Территория отеля небольшая. Это два трехэтажных здания. Вы их видите сейчас на слайде. Три водные горки. То есть, все очень-очень компактно. Номера весьма приличные, в хорошем состоянии. То есть, вот, в принципе, соотношение цена-качество очень даже здесь вполне себе приемлемое. И максимальное размещение в стандартах 2 плюс 1. То, что касается, допустим, ну, вот, да, экономичных отелей, для меня вот лично показатель сантехника, да, в каком состоянии. Вот здесь хорошая сантехника. То есть, все очень-очень даже достойно. Есть номера еще Family в данном отеле, но их всего 5 номеров, поэтому, в принципе, застрять на них внимания не будем. Следующий отель, который мы с вами посмотрим, это отель Aris Hotel Kimer. В центре Кемера расположен, ну, даже, наверное, не на второй, а можно сказать, что уже на третьей линии, за отелем Rox Royal. Небольшая тоже совершенно территория, 4000 квадратных метров. Также в 2018 году прошел реновацию, то есть все отели Aris в 2018 году были реновированы. По своей сути, ничем не отличается от предыдущих отелей Aris, да, то есть два трехэтажных здания состоит отель из двухэтажных зданий, небольшого бассейна, все номера в отеле стандартные. Значит, отели Aris по размещению мужчин под запрос. То есть по прошлому году, вы знаете, в какие-то даты размещали, в какие-то даты не размещали. То есть здесь лучше запросить. То есть есть отели, которые сразу говорят, что мы размещаем, либо не размещаем. Но вот в Aris лучше запрашивать дополнительно. Следующий отель – Armas Gulbic. Также расположен он недалеко от центра Кемера. То есть вполне пешочком, там, минут за 5-7, можно дойти до центральной улицы Кемера. На первой линии, что, в общем-то, немаловажно для отеля, имеющего категорию 4 звезды. Очень красивый тоже, приятные впечатления производит отель. Приятный холл, красивое лобби. В 2019 году было заменено все полностью оборудование во всех ресторанах. Ремонт всей системы кондиционирования был сделан. То есть отель, в принципе, в хорошем состоянии себя поддерживает. То, что касается услуг. Ну, поскольку 4 звезды, здесь Wi-Fi будет платный, но на всей территории отеля. Примерно там действует карточка. Если покупать на неделю, порядка 14 долларов в неделю это будет стоить. Есть а-ля карт ресторан. Если туристы отдыхают от 10 ночей, то тогда один раз а-ля карт ресторан можно посетить бесплатно. Мини-бар софт. Напитки пополняются, соответственно, один раз по заезду. Далее пополняется уже только вода. Платный сейф 2 доллара в день будет стоить. Халатов здесь нет, но тапочки во всех номерах. Номера стандарт-бич по категориям. Они расположены ближе всего к пляжу, будут в основном здании. И есть еще здесь корпуса аннекс, которые расположены также через дорогу. Вот если мы видим ресорт стандарт-рум, соответственно, вот эта категория номера будет расположена в корпусе аннекс. Размещает она максимум 3 человек. В основном здание номера парк-бич. Прошу прощения, бич стандарт 2 плюс 1 максимальное размещение. По пляжу. Вход в море здесь будет пологий. Пляж галечный. Система All-Inclusive работает до 23 часов. Дискотека также есть ежедневно в отеле, но напитки там уже будут платные. Территория не очень большая, но очень ухоженная, очень такая зеленая. И, в общем-то, визуально приятное впечатление производят. На территории аннекс, там, где расположены у нас дополнительные корпуса, есть свои бассейны, есть свои бары. Армаз Гюльбич мужчин размещает. То есть этот отель сразу заявляет о том, что мужчин они будут размещать. Галечный пляж, как я уже сказала. И вход пологий в море, но глубина идет, в общем-то, не прям сразу, но и, скажем так, в мелководье такого нет. То есть глубина сразу идет, в общем-то, уже нормально. Очень красивый вид, опять же, на горы Кимера открывается из данного отеля. В целом, как я уже сказала, очень приятное впечатление отель производит. Спа-центр, фитнес-центр хорошего достойного уровня здесь присутствует. Про номера, да, еще прям пару слов. В аннекс, в корпусах аннекс номера более новые, скажем так, да, то есть они более просторные, там ламинат, в основном здании там ковролин, то есть, в принципе, вот, ну, как бы, кому важно покрытие, то вот надо на это ориентироваться. На территории корпусов аннекс также есть две водные горки, два бассейна. Но сама территория, вот, как бы, вот в корпусах аннекс, она попроще. То есть территория основного здания, она, ну, более, скажем так, визуально красивого. Какой категории номера рекомендовать? Ну, здесь, опять же, все зависит от того, что нужно туристам. Ну, как я уже сказала, в номерах аннекс номера более просторные и, в принципе, ну, скажем так, более новые. Но и в основном здании номера, в общем-то, тоже не могу сказать, что убиты. Они весьма, в общем-то, очень даже приличные. Мы с вами закончили с Кимером. Теперь мы с вами... А, нет, не закончили. Не закончили, я забыла совсем. Риксус Сангейт. Про Риксус Сангейт расскажу прям буквально пару слов. А, прошу прощения, категории туристов, да. Семейный отдых, молодежный отдых. То есть здесь, в принципе, я бы сказала, что, наверное, отель, ну, в общем-то, универсальный. Да, не могу сказать, что он прям ориентирован на семейный отдых, но для экономичного, скажем так, для бюджетного отдыха, ну, для тех туристов, которые не могут позволить себе поехать там, скажем, ну, в хорошие именно семейные отели ориентированные, то в Армазгюль Бич вполне можно. Итак, Риксус Сангейт. Прямо расскажу буквально самые новиночки, потому что времени у нас с вами остается не так много, а мы с вами еще все в Кимере. Итак, к этому сезону обновили четыре новых категории номера, реновированные. Значит, это будут номера комфорт, номера террас-сьют, террас-фэмили-сьют и фэмили-пулл-хаус. Вот эти номера, четыре категории, обновлены полностью. Какие-то номера даже, вот, новые категории только-только введены в отель, то есть раньше их не было. К сезону, к этому, открывается новый фэнтези-бар. Все а-ля-карт-рестораны реновированы к этому сезону, открыты новые, появились также еще новые а-ля-карт-рестораны. То, что касается вот концертов, которые проводятся на площадке отеля Риксус Сангейт, они бесплатны только для гостей Риксус Сангейт. То есть концерты, проводимые в Сангейте, только для гостей Риксус Сангейт. Если, допустим, на этот концерт хочет приехать турист, скажем, там, из другого Риксуса, то здесь уже, соответственно, это будет платно. 20 тысяч метров занимает также здесь детский клуб Рикси Клаб. И также есть клуб для инфантов Рикси Бэйби. То есть от 6 месяцев без родителей можно, соответственно, там тоже детей оставить. Построили к этому сезону новый детский пляж, новый аквапарт для детей. И вдобавок к футбольной академии, которая уже была и в прошлом году, еще 6 спортивных школ разной направленности. И фитнес-центр по франчайзингу World Class работает в данном отеле. Бесплатные мастер-классы по различным видам спорта от профессиональных тренеров. И также есть еще отдельная VIP-закрытая территория со своей инфраструктурой и со своим сервисом. Вот это прям основные новиночки, которые к этому сезону у нас с вами будут в Риксисе Сангейт. Переходим в регион Лара. Быстренько пробежимся по Ларе. Здесь у нас отели «Дельфин». В прошлом году у нас не было их в ассортименте. В этом году они у нас появились. Это, наверное, самые узнаваемые, скажем так, отели-дворцы, которые сделаны в виде роскошных дворцов. И когда ты просто заезжаешь в поселок Лара, сразу обращаешь внимание на эту красоту. То есть все отели, которые расположены в Ларе, это «Дельфин Бигрант». Это, кстати, бывший Риксис Лара, теперь он «Дельфин Бигрант». «Дельфин Дива» отель, «Дельфин Империал», «Дельфин Палас». То есть вот четыре отеля я, к сожалению, по времени не смогу вам рассказать подробно по каждому отелю, но что их объединяет в целом. То есть первое – это шикарные, роскошные интерьеры. Как я уже сказала, каждый отель сделан в виде дворцов. Внутри панорамные стеклянные лифты, обилие мрамора, очень красивые интерьеры. То есть вот роскошь, можно сказать, во всем. И все эти отели, они ориентированы на семейный детский отдых. То есть есть здесь и аквапарки, и лунапарки, прекрасное детское питание, баночное питание, детское меню, каши, супы, мини-клуб. То есть вот все, что необходимо для детей. Ну, естественно, аренда колясок, услуги няни по запросу, все это присутствует. Во всех дельфинах самые разные категории номеров. То есть по категориям номеров, там размах большой, у нас на нашем сайте очень подробно по каждому номеру все описано, все есть описание. По пляжу все они расположены на первой линии. Пляж песчано-галечный, но преимущественно, конечно, песчаный. Ну вот, поэтому запомним, что дельфины – роскошная территория, семейный отдых, очень-очень достойного уровня. То есть, в принципе, ну, скажем так, даже уровня для самых взыскательных туристов можно их рекомендовать. Лима Клара. Лима Клара – отель, который также расположен, ну, совсем недалеко от дельфинов, то есть разделяет, по сути, Лима Клару и дельфин. Два отеля – это «Конкорд» и «Фейм Ресиденс». И сразу же в поселке Лара расположен и Лимак тоже. В 2016-м полностью реновирован отель, в 2018-м дополнительно была реновация всей территории. Просторные, очень красивые номера. В номерах тапочки, халаты с хорошим ремонтом самузел. То есть, вот, в принципе, здесь вот к состоянию отеля нет никаких замечаний. Есть номера джакузи, есть номера семейные двухэтажные. В номерах все, что необходимо – мини-бар, чайные наборы и так далее, и так далее. У части семейных номеров есть свой бассейн, то есть, своя, как бы, отдельная зона. То есть, из семейного номера мы спускаемся по лестнице и оказываемся в таком бассейне, который предназначен только для семейных номеров. Есть также номера с прямым выходом к бассейну. Вообще, отель такую очень интересную имеет территорию, интересный дизайн. Вот, если еще не видели, обязательно в инфа-тур съездите, посмотрите. Интересный очень отель по своему дизайну. Wi-Fi бесплатный по всей территории. Активная анимация, тематические вечеринки, детский клуб, детские шоу проводятся. В общем, я бы сказала, что это также универсальный отель и для семейного отдыха, и для взрослых туристов. То есть, в принципе, подойдет всем категориям. Риксос Премиум Белек. Мы уже с вами потихоньку переместились в Белек. Риксос Премиум Белек – один из самых популярных, один из самых известных отелей. Конечно же, безусловно, относится к категории отелей для взыскательных туристов. В 2014 году полностью реновировано главное здание отеля. В 2016 году реновирована территория отеля. Ну, а косметический ремонт, конечно же, он проводится в Риксосах постоянно. То есть, Риксос всегда поддерживает себя на очень высоком уровне. Это круглогодичный отель. То, что касается бассейна открытого зимой, он подогревается. Это один из немногих отелей, где есть подогрев открытого бассейна. Из новинок. Из новинок в этом году они сделали такую концепцию wake-up call. Ну, то есть, что это значит? Это, допустим, когда нужно разбудить, но они будут не просто звонком, да, а можно заказать, что тебе принесут там чашечку кофе, круассан, и вот такое вот приятное начало утра тебе обеспечат. Ну, совершенно бесплатная услуга. Ну, вот мы еще, в принципе, вот когда была встреча с представителями отеля, решили, что правильнее было бы назвать эту услугу wake-up visit. То есть, когда в номер к тебе придет человек, который принесет чашечку кофе с круассаном и с пожеланиями доброго утра. Вот это и из новинок. Есть отдельные концепции для сьют, для номеров сьют и для молодоженов. То есть, это завтрак в номер, завтрак еще в вип-ресторане, в стейкхаус. Соответственно, новый спортбар еще открылся к 2020 году. Новая территория на пляже есть только для взрослых, выделенная зона. Тинейджерский клуб, детский клуб. То есть, это все, что было, в принципе, в прошлом году, все оно так и осталось. И новый продукт представляют, называется он Клаб Приве. То есть, в принципе, читается по-правильному Клаб Прайв. Но вот представители отеля говорят о том, что правильно называется Клаб Приве. Это территория вилл, которая расположена рядом с территорией Рикс Преумиум Белек. Всего 39 вилл. Ну, естественно, что там 99% возвратных гостей. Вот, то есть, для гостей вип, это, конечно, будет идеальный вариант, потому что виллы большие, есть на три спальни, на четыре спальни, собственными бассейнами, с отдельным пляжем, с отдельным рестораном, и везде а-ля карт-сервис. То есть, там никаких для гостей вилл, никаких шведских столов. Все, в общем-то, именно по концепции вип. Также для гостей вилл вип-территория на концертах в Land of Legends, Fast Track, SIP Terminal, то есть, ну, в принципе, вот все привилегии для вип-гостей. Далее Land of Legends. Тоже хочу вам рассказать про новинки. В 2020 году расширяется тематический парк. Ну, мы сейчас с вами говорим непосредственно вот про отель Land of Legends Kingdom и про тематический парк Land of Legends. В 2020 году новая открывается локация, новый тематический, ну, как бы новый раздел тематического парка. Называется он «Маша и медведь». Это полностью лицензионный проект, где все будет, соответственно, в тематике «Маша и медведь», домик Маши, домик медведя, различные аттракционы на этой тематике с огромной территорией, 600 тысяч, 640 тысяч квадратных метров. То, что касается… Это вот из новинок Land of Legends. И то, что касается непосредственно самого отеля Kingdom, концепция отеля детская, то есть, соответственно, все номера оформлены именно вот как для детей. 24 часа, большие экраны по всему отелю с мультфильмами. Весь первый этаж отеля занимает, можно так сказать, огромный детский клуб, так называемый там детский Лас-Вегас, то есть там игровые автоматы, очень много различных развлечений. Во всех номерах бесплатно предоставляется приставка игровая PlayStation. Единственное, что она под залог, то есть, ну, когда возвращается обратно в целости сохранности, залог получаете назад. Вот. Поэтому вот такие новинки в Land of Legends присутствуют. К сожалению, не могу рассказать более подробно, потому что уже время поджимает. Размер залога нужно уточнять, не могу вам сказать, но думаю, что стандартно, как везде там порядка 100 долларов, 100 евро. Лимак Атлантис в Белеке в 2016 году реновирован, состоит из основного здания и двух пятиэтажных корпусов ресорт. Территория отеля не очень большая, ну, в сравнении, да, там с другими отелями 54 тысячи квадратных метров, но, в принципе, и не маленькая. Очень стильный интерьер в отеле. Есть элементы морского стиля в использовании. Отель ориентирован на семейный отдых. Очень красивая территория. Бассейны, знаете, выложены такой темно-синей плиткой, визуально очень красивые. Вот. Поэтому для семейного отдыха, как хорошая пятерка высокого уровня, вполне можем рекомендовать. Лимак Аркадия. Также отель расположен в Белеке. Очень интересной архитектуры этого отеля оформлен в стиле итальянской деревни. То есть очень много, знаете, даже когда в лобби заходишь, оформление такое, как из красного кирпича, такого дизайнерского. Ну, производит впечатление визуально очень красивой. Все номера в отеле достаточно аккуратные, свеженькие, не убитые ни в коем случае. Покрытие пола ламинат в стандартных номерах. Мини-бар, софт, сейф, халаты, тапочки в номере. Все это, соответственно, бесплатно. Чайный набор также предоставляется бесплатно. Единственное, что под запрос, ну, кому он нужен. Красивая, очень ухоженная зеленая территория. Очень интересный бассейн. Там в бассейне такая прям имитация скульптуры Памуккале, как будто вот прям Памуккале такой в миниатюре. Прямоугольный бассейн с воротами, ну, такой, как полуолимпийский, для различных игр. Есть большая травяная зона для отдыха, где стоят шезлонги. Отдельно на пляже также есть шатры за дополнительную плату, то там 50-40 евро, ну, от сезона к сезону меняется. Вот, то есть вход очень мелкая галечка, прям очень-очень мелкая. Вот, ну, а в основном пляж, конечно, песчаный. Пирс есть, это самый первый отель сети Лимак, который построен в 95-м году. Вот, поэтому для кого этот отель мы можем рекомендовать? Конечно же, тоже для семейного отдыха. Не могу сказать, что он прям 100% ориентирован именно на семейный отдых. Ну, например, да, там, скажем, вот горшочков здесь не будет для детей. Ну, то есть это только покупать с собой. Но детское меню, детский клуб, водные горки, все это присутствует. Размущает мужчин, к слову сказать. Цезарь Темпл. Цезарь Темпл – отель в Белеке. Наверное, это последний отель Белека, который мы с вами посмотрим. В 95-м году отель открыт, 599 всего номеров в отеле. В 2013 году полная реновация, тотальная прошла. И в 2019-м прошла частичная реновация и косметический ремонт номеров. Очень красивая территория в греческом стиле. Обилие различных скульптур, колонны, фонтаны, имитация там античных каких-то вот сооружений, античные арки. То есть вот в таком очень интересном стиле сделан этот отель. Пляж делится на две зоны. Общий пляж и вип-пляж. Вип-пляж – это так называемые для обладателей черных и красных браслетов. Это гости номеров высоких категорий и постоянные гости отеля, которые более трех раз здесь отдыхают. То есть вот у них есть своя зона на пляже. Анимация активная очень в этом отеле. Ориентирован, в принципе, отель на семейный отдых. Мужчин не размещает. Переходим с вами в регион Сиде. Здесь мы посмотрим отель первой – Цезарь Сиде. В 2019 году отель прошел полную реновацию. 40 тысяч квадратных метров площадь отеля. Состоит территория отеля из двух корпусов. Главный корпус и корпус Аннекс через дорогу. Номера в категории Аннекс имеют обозначение пулл-сайт. То есть пулл-сайт – это не вид на бассейн, это именно номера, которые будут расположены в корпусе Аннекс. Во всех корпусах, то есть и в основном и в Аннексе, новые хорошие номера с хорошим качественным ремонтом. То есть в 2019 году, как я уже сказала, прошла полная реновация. То есть номера свеженькие. Номера фэмили с двухъярусной кроватью. Как и Цезарь Стэмпл, также отель в основном оформлен в греческом стиле. Рекомендуется для семейного отдыха. Мужчин также не размещает. Прекрасный песчаный пляж здесь большой, с хорошим пологим входом в море. Армаз Белла Сан. Я бы сказала, наверное, это один из таких самых экономичных вариантов именно в сети Армаз. То есть вот до этого Армаз, про который мы рассказывали, ну, они, скажем так, визуально, наверное, даже, да, более высокого, скажем, уровня. В этом отеле всего 372 номера. Номера стандарты, латч-стандарты, которые размещают больше, 2 плюс 2 латч-стандарт, 2 плюс 1 максимальное размещение в обычном стандарте. И есть номера еще банк-бет с двухъярусной кроватью. Анимация активная. Отель, в принципе, ориентирован на русскоговорящих туристов. То есть там более 90% СНГ отдыхают. Вот пляж Песок, вход Пологий, аренда колясок, есть детское меню, но баночного питания нет. Вот, были жалобы в предыдущие годы, скажем так, если мы откроем отзывы, там были жалобы на ресторан. Но в 2019-м поменяли шеф-повара, произвели, скажем так, ребрендинг ресторана, поменяли концепцию и вот жалобы на питание больше нет. Вот, резюмируя, да, простой экономичный вариант для, в принципе, семейного отдыха. То, что касается номеров, как я уже сказала, они, в принципе, нормальные совершенно, то есть не убитые. Вот, совершенно согласна, да, если не продавать как пятерку, а продавать как четверку, очень даже приличный отель. Совершенно согласна с Викторией. Следующие два отеля, одни из самых популярных, одни из самых любимых, Starlight и Sunrise. Это два отеля, которые объединены в одну общую территорию под единым брендом World of Sunrise. Расположены в Сиде, в поселке Кызалагач. Общая территория для двух отелей, 310 тысяч квадратных метров. Огромная территория, и гости пользуются территорией обеих отелей. Работает по системе ультра, все включено. Общий песчаный пляж, вход пологий, хороший песочек на пляже. Лобби-бар работает 24 часа, то есть вся система 24 часа, all inclusive, она здесь действует. Особая есть концепция для молодоженов. Апгрейд номера делают по возможности, поздний чек-аут по возможности. Украшают номер, бутылка шампанского, фрукты, сладости в номер. Один раз по концепции для молодоженов предоставляется завтрак в номер, в подарок а-ля карт ресторан. И 30 минут есть таласа бассейн с морской водой в спа-центре. Ну, кстати сказать, вот в Старлайте один из самых лучших спа-центров, которые только я видела. Я не перестаю всегда его хвалить и им восхищаться, потому что действительно спа-центр там просто очень-очень хороший. Огромное количество видов самых разных саун. И сухие, и влажные, и русские, и финские, и турецкие, и душ приключений, и снеговая комната. То есть, ну, вот на целый день в спа можно прийти и получить просто огромное-огромное удовольствие. Вот, в принципе, оба отеля ориентированы на семейный отдых, но вполне подойдут, в общем-то, и просто туристам без детей. Каждый здесь себе найдет занятие по душе. Прекрасное, великолепное питание. То есть, в принципе, вот, ну, по моей оценке, прям твердая, хорошая пятерка. Эйфория Palm Beach. Palm Beach – это тоже собственный наш отель, который принадлежит холдингу Prince Group. С этого сезона в отеле будет работать концепция TUI Fun & Sun. То есть, детский клуб Тукан. Все полностью, что входит в концепцию Fun & Sun. Этот отель будет продавать только компания TUI, ну, и, соответственно, компания Unicorn. Вот, и все туристы могут пользоваться концепцией Fun & Sun. Прекрасный вариант для семейного отдыха. Ну, и я думаю, что с концепцией, с новой концепцией в 2020 году он только выиграет. И мы переходим к разряду уже бюджетных отелей в Алании. MC Marbury, MC Arancia. Два отеля, которые мы будем продавать в этом году, потому что MC Beach, он ушел на эксклюзив к другому оператору. Махбари – это самый экономичный отель из всех отелей MC. И самый лучший, считается, из MC – Arancia. В принципе, Arancia производит очень неплохое впечатление визуальное, просторное, светлое лобби. То есть, много света, прозрачные лифты, пальмы в лобби. То есть, в принципе, все очень-очень даже прилично. Вы знаете, когда, допустим, жалуются на отеля MC, говорят, что «Ой, там грязно, ой, там плохо». Ну, вот честно, я хочу просто посмотреть в глаза этим людям, потому что, на самом деле, вот я не знаю, на что там можно жаловаться. Да, это экономичный отель, конечно, то есть там не будет изысков, скажем, как в том же Starlight. Это, конечно же, далеко там ни Limac, ни Rixos, ни Delfin. Но в своей категории совершенно нормальный отель. В плане чистоты, они чистые. Ну, я не могу сказать, что там вот, ну, если, конечно, там туристы не на мусоре, скажем так, да. Но, опять же, 90% там отдыхают в СНГ. Вот. Не знаю, сама лично была, сама лично видела. Ну, нет у меня вопросов к Arancia. Я думаю, что его цена, в общем-то, компенсирует. У нас также были в прошлом году туристы, которые нормально отдыхали в Arancia. По питанию там, конечно же, не будет большого разнообразия блюд. Там, например, там два мясных блюда, одно рыбное блюдо на завтрак, там, в смысле, на обед, на ужин. Да, там не будет изысков. Но, тем не менее, большое количество сладостей, большое количество салатов и так далее, и так далее. И вот, совершенно я согласна с Ольгой, если продавать как четверку, то вообще просто идеальный вариант будет. Ну, на самом деле, территория приятная, большие, много больших бассейнов. В 2019 году частично реновировано, а полная реновация прошла в 2016 году. В Arancia весьма приличные номера, абсолютно. То есть они свеженькие, хорошие. Ну, вот не могу сказать ничего плохого. По соотношению, опять же, цена-качество, ну, честно, вот я совершенно согласна, опять же, вот с комментарием. Я не знаю, на что там можно жаловаться при цене 700 евро с перелетом на неделю. Поэтому умеем правильно его продавать. Конечно, если люди, знаете, как я говорю, если люди отдыхали там, скажем, ну, в каких-то других отелях, да, там, например, там, ну, например, те же Лимаки, те же Старлайт и приедут в Арансию, конечно, они будут жаловаться, конечно, им не понравится. Вот, поэтому на каждый отель своя категория туристов. Отель Армаз Престиж. Последний отель, который мы с вами посмотрим в Алании, расположен на второй линии, пляж через дорогу, светлое, хорошее лобби, состоит отель из одного главного корпуса, прозрачные лифты, 400 номеров всего в отеле, 7-этажный главный корпус, номера Фэмили представляют здесь с собой два стандарта Коннекта, мини-бар софт по заезду, пополняется далее водой, по переходу, вы знаете, по-моему, там наземный переход, если я не ошибаюсь, по-моему, там все-таки наземный. Сейф 2 евро в сутки, халата здесь не предоставляются, но есть тапочки. Номера есть, обращайте внимание, без балконов, то есть такие небольшие французские балкончики, но таких номеров немного, но, опять же, они без конкретизации. То есть, если нужен прям вот балкон принципиальный, то лучше писать примечания. Wi-Fi здесь платный, также 14 евро на неделю по карточке. Максимальное размещение в номерах стандарт 2 плюс 1, номера Фэмили 2 плюс 2. Анимация активная, то есть отель такой живой, веселый. Бассейны есть и крытый, и открытый. Три небольшие горки. Работает ежедневно дискотека. То, что касается пляжа. Заход в море, там камни, да, то есть встречаются камешки. Но отель обещал к этому сезону, к 2020-му, сделать понтон. То есть вот мы ждем информации свежей, должен быть понтон. Вот, ну а так лучше всего иметь специальную обувь. Один раз бесплатно можно посетить а-ля карт ресторан. Номера достаточно простые, то есть я не могу сказать, что они какие-то там с изысканием, да, они абсолютно простые, без изысков, вот, но визуально очень приятные. То есть не убитые, свеженькие достаточно, с нормальной, хорошей сантехникой. Вот, в основном отель также ориентирован на русских туристов. На пляже и на ужин бывает мороженое. Работает также кондитерская по вечерам. Вот, поэтому отель, в принципе, для экономичной пятерки для семейного отдыха. Это основное то, что я вам хотела рассказать по отелям. У нас время уже закончилось, и прям буквально пару слов про акцию раннего бронирования. То, что я обещала рассказать вначале. Как раз действует сейчас акция раннего бронирования. Продлится она до 31 марта. И по условиям оплаты акции раннего бронирования не менее 40% в течение 5 банковских дней. Доплата до 70% до 31 марта. И 100% оплата за 15 дней до вылета туристов. Вот так, коллеги. К сожалению, у меня закончилось время. Всего час нам было выделено. Я надеюсь, что что-то новое, полезное вы для себя узнали. Напоминаю, адрес нашего отдела продаж агент.собачка.юникорн.ру Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Цены на майские есть, но у нас уже майские праздники там первое, второе уже закрыто. Там уже нет просто мест. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. Пишите, звоните. Хорошего вам сезона и отличных продаж. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok